СЕРЫЕ ТЕНИ СЕРЫЕ ТЕНИ Вот основные требования, которые сегодня предъявляют к телохранителю российские бизнесмены. У нас был клиент, который подбирался к телохранителю по знаком Зодиака. Да, ну вот что здесь сказать? Это называется пауза. Вот хороший парень, но вот знак у него не тот. Но он жив еще пока. Наука об обеспечении безопасности в нашей стране корнями входит в легендарное 9-е управление КГБ, чьи сотрудники берегли жизнь партийных лидеров. В начале 90-х, когда заказные убийства считались самым простым решением проблемы, телохранители стали одной из самых востребованных профессий. Сложное финансовое положение привело на это поприще многих работников умственного труда, что в мировой практике встречается крайне редко. Российские телохранители – это хорошие телохранители, причем самые хорошие телохранители. И не с точки зрения того, что у них какие-то профессиональные качества, а с точки зрения, что у них очень высокий интеллект. Интеллект для телохранителя важен особо. Если вы можете отжаться сто раз, но не можете при одном взгляде на местность сразу определить, где кроется опасность и как ее избежать, телохранителем вам никогда не быть. Какую бы схему охраны не разработали телохранители, главное – не оборонять клиента, а предотвратить нападение. Если дело дошло до рукопашного боя или до стрельбы, значит профессиональный уровень телохранителей оставляет желать лучшего. Антон – действующий телохранитель. Сейчас охраняет крупного бизнесмена. Физические параметры Антона практически идеальны. Возраст критический – 32. Чтобы дольше продержаться на рынке, как минимум раз в неделю Антон посещает инструктора по Айкидо. Сидит на жесткой диете. Меньше жирного есть, больше молочного. Антон немногословен, что для его работы только плюс. Получил образование экономиста, тщательно следит за внешностью. Говорит, что работая над имиджем, больше всего не хотел бы походить на бодигарда в исполнении Кевина Костнера. А что вам не нравится? Ну, очень много наигранности, так и не особо жизненно. В жизни, считает Антон, по крайней мере российской, все по-другому. Бодни телохранители не всегда похожи на голливудские или даже Мосфильмовские боевики. Нередко телохранители выполняют функции обыкновенного носильщика. Иногда приходится становиться няней и психотерапевтом подвыпившего хозяина. Но самое трудное, когда клиент скрывает подоплеку своих проблем. Тогда предугадать действия обидчиков практически невозможно. По статистике, спасти жизнь клиента и выжить самому в случае заказного убийства удается лишь 20% телохранителей. Стандартная зарплата опытного телохранителя – около 1000 долларов в месяц. Если повезет подработать с приезжими знаменитостями, то можно претендовать и на 500 долларов в день. Важное качество телохранителя – холоднокровие, терпение и внимательность. И еще одно правило – никогда не привязываться к клиенту, как к родному. Потому что если будет оставаться осадок, хотя он в общем-то все равно в любом случае какой-то остается, но если будет оставаться сильный осадок, это будет мешать в работе со следующим клиентом. То есть ты будешь мыслями где-то не здесь, а это большой минус. А как сохранить спокойствие самому клиенту, если ежедневно он под опекой длинноногой блондинки, которая его охраняет? Пока женщина в этом бизнесе товар штучный и эксклюзивный. Но няня или секретарша, владеющая оружием, уже признаны хорошим тоном среди особо важных персон. Эффект неожиданности – главное оружие женщины-телохранителя. Она должна умело маскироваться и ничем не отличаться от обыкновенной спутницы своего клиента. А потому должна обладать привлекательной внешностью. И еще одно преимущество женщины-телохранителя – в местах, куда нельзя проносить оружие, у нее оно всегда остается. Это каблуки, шпильки. Виктория Карчагина – целохранитель со стажем. Мастер спорта по биатлону, она занялась этим нелегким ремеслом совершенно случайно. Началось с того, что знакомый попросил меня покататься с его женой. Он купил жене новый дорогой автомобиль. И очень переживал, что женщину с машины выкинут, а машину заберут. С тех пор навыки и опыт Виктории пригодились при охране крупных бизнесменов, политиков и даже герцогине йоркской Сары Фергюсон во время ее визита в Россию. Виктория считает себя везучей. Во-первых, все ее клиенты живы-здоровы, во-вторых, у нее полное взаимопонимание с мужем-коллегой. Вы знаете, вот и второй, и третий ребенок, они родились без отрыва от производства, наверное, я бы так сказала. То есть я до последнего дня практически вот работала. Сейчас Виктория, как ветеран профессии, занимается подготовкой кадров. Вступила в клуб серых теней. Это своего рода профсоюз телохранителей, которые до сих пор не имеют правовой защиты. В стране нет такой профессии телохранитель, а значит ни у клиента, ни у самого охранника нет четко прописанных обязанностей, прав и гарантий. Телохранители решили не ждать принятия соответствующего закона депутатами и создать собственный кодекс чести и права. Они считают, что это сразу отсеять дилетантов, и тогда наши бодигарды станут не только самыми интеллектуальными, но и самыми профессиональными в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok